Ярик, вот такой кайф! Отвечаю! Доброе утро, рыбаки! Мы на канале Катя Рыбалка. Я сегодня приехала на рыбалку по вашим просьбам. Подписчики говорят нет рыбалки на окуне, береговой, стритфишинг. Думала куда поехать, вот нашла такое место и сейчас буду пытаться поймать окуня. При том, что сегодня стритфишинг, ходить немного не придется. Посмотрите на озеро за моей спиной, оно небольшое, я нахожусь на чайках, сзади видно город, но оно все заросшее и здесь на самом деле 1, 2, 2 такие основные точки, где можно встать и побросать, все остальное заросшее и не пробраться. Поэтому иду, собираюсь с Настей. Утром 40 минут прокопалась в гараже, искала свои окуневые приманки, искала, искала и поняла, что я подарила их подписчикам. Очень маленьких приманок нет, поэтому будем ловить на средние приманки для берега и вдальскала большие, но может быть таким образом поймаем что-то покрупнее. Погнали! Так, ребят, вот что я раздобыла в гараже, искала такой снейк от Виста, но это 3 дюйма аж, капец здоровый. Вот такая приманка на окуня, то что надо, на окуня, на садочка. Потом взяла хитоми флагмана, тоже смотрите какие здоровые, но у меня есть чуть меньше, есть двухдюймовые. Так, и еще, не знаю, попробую на Intel Spider. Рабочий инструмент сегодня Zemex Extra Rockfish 0.5-5 граммов. Очень классная удочка для стритфишинга, для береговой рыбалки, под ультралайт, под микроджик. Очень чувствительная, можно ей делать классную проводку. Ну, в общем, одна из моих любимых. Есть у меня еще вторая любимая Zemex Impressive, она не намного любимая, но намного дороже. А эта удочка стоит порядка полутора тысяч гривен, очень легкая, утонченная. Под нее взяла катушку, свою тоже самую маленькую, это Azura Kinshin. Катушка стоит примерно, как и удочка. Что мне нравится в Azura, смотрите, не важно, что катушка дешевая, у нее всегда в комплекте есть чехол, что хранение катушек, это также важно, как и уход за ними. Вот такая катушка, здесь у меня шнур стоит тоньше, чем на других моих катушках, это также Owner Cultiva, которым я люблю пользоваться, но тут или 0,3 или 0,2 по Японии. В общем, тоньше у меня нет. Ярику сейчас не понравится, конечно, но я взяла с дождевичок. У нас в прогнозу через 5 часов дождь, если мы не успеем порыбать с тобой. Но у меня есть короче новостей, Ярик, я тебе это взяла, Сашкин. Тебя отирадует. Классный дождевичок, ребят. Лето хоть и закончилось уже, но пока что еще очень актуально носить, так вот сверху на курточку, Carpe diem. Ребята, буду вообще такой тоненький флюр использовать 0,20. Я думаю, щуки в этом озере нет, а если и есть, то мелкая. В общем, если будет срез, то мы поймем, что мы поймали щуку. Но судак не перекусит, а для окуня, по-моему, идеально. Как я вяжу флюр? Очень быстро. Тонкий флюр к тонкому шнуру. Смотрите. Шнур и флюр складываем вместе и я вот таким движением, простым, их соединяю. Дальше все очень просто. Завязываем как бы на узел. Получается вот такая вот петля. И еще раз конец продеваем в эту петлю. Все. Смачиваем, затягиваем. Кончики лишние обрезаем. Одинарнички тут у меня весьма грубые. Сейчас возьму другие. Застежечку вяжем самым обычным образом. Я все застежки вяжу одинаково. Будто на толстом флюре... Флюре! Французский пошел! Будь ты на толстом флюре или на тонком, просто на толстом меньше оборотов. На тонком продеваю застежку и, не знаю, раз, наверное, пять-шесть вот так вот обкручиваю. И вот сюда. Как всегда, на камеру так сложно все вяжется. В данном случае я хочу начать с того, что обловлю именно даму. Дамбу считаю это место наиболее перспективным. Второе место будет городской пляж. Пляжик, точнее, маленький он. Но все же дамба всегда как-то, по моему опыту, именно на дамбе больше всего стоит рыбы. Как карпа, так и хищника. У дамб обычно есть ямки всякие. И у каждой дамбы есть слив, практически у каждой, что тоже дополнительно насыщает воду кислородом и привлекает рыбу. Пляжик, точнее, маленький он. Ну, по моему мнению, эта приманка сейчас очень большая. Но я вот супер верю сейчас в нее. Трехдюймовый будет снейк. Вы бы, конечно, взяли полтора дюйма. Но мне очень хочется сейчас на нее половить. Бывает у вас такая вот своя чуйка? Что есть приманка, я подумал за нее, наживил и поймал. Что мне еще очень нравится в Экстре, у нее крайне информативный кончик. Как по мне, это очень удобно, когда у спиннинга такой информативный кончик. Помимо самого бланка и его чувствительности, по кончику видно все происходящее. Ребята, делаю уже самую читерскую приманку. Это литл спайдер. Сейчас буду возвращаться к началу дамбы и пойду на пляж. Нет ни одной поклевки. Что меня удивляет? Ладно, то, что там приманки были большие. Хоть маленькая рыба, но должна была бы там подзебывать, я не знаю. Должны были быть какие-то поклевки. Пускай она бы не смогла взять приманку, но атаковать ее должна была. Вот это я одеваю в крайнем случае, литл спайдер. Очень нравятся мне кайтех приманки. Они классные, они рабочие и все их копируют, но мне не нравится только одно. Их цена. И одна поклевка, одна рыба и все, можно выкинуть. Вот пачка литл спайдера стоит 170 гривен. Блин, как по мне, это очень, конечно, дорого. Приманки, несомненно, топовые. Ну, блин, вот цена, допустим, флагмановской приманки или веста. Я не знаю, на весте есть ли ценник, он стоит 35-40 гривен. Нет, ценника... Ну, блин, тем не менее, разница не то, что там в два раза, а в три-четыре раза, представляете? И вот сейчас посмотрим, сработает ли японская приманка. Кстати, ребята, японские приманки, особенно кайтех, копируют все. Но именно копии литл спайдера я не встречала. Напишите в комментариях кто-то, если знает копии литл спайдера, кто делает. Я бы закупила. Давление супер низкое, ребята. Видите? Может, конечно, в этом причина, я не знаю. Так себя все рыбаки начинают успокаивать, наверное, когда не клюет. Но в целом давление реально очень низкое. Могло рыбку придавить. Но тем не менее, будем пытаться. Скорее всего, из-за того, что все-таки будет сегодня дождь. Типа такой приманки сегодня еще не пробовала. И кроме того, что меняю приманки, ребят, меняю еще и веса. Играю с весами от полутора до трех грамм. Вот мы перешли на вторую зону лова. То, что я вам сказала, что их тут две. Дамба и пляж. Попробуем попытать удачу с пляжика. Здесь, когда хорошая погода, люди купаются. Ну, действительно, такой классный песочный пляжик. А также с того пляжика ловят окуней. Ребят, я уже этот пляж обкидала вдоль и поперек. С такими разными приманками. Это последний заброс. Если нет, придется идти где-то искать. Есть еще здесь какие-то окошки в этом озере. Мы же не можем просто так уехать домой. Тут, конечно, через две дамбы. Один платник. Вообще, что здесь на чайке? Это рыбхоз. Здесь очень много озер. Очень много. Их тут, я не знаю, десятки просто. Какие-то используются в научных целях. Тут есть университет. Какие-то используются, рыба выращивается. Какие-то здесь в аренде и платная рыбалка на карпа, на щуку есть. Какие-то вот такие вот, какая-то городские, бесплатные. Здесь поймал рыбу, забрал. Естественно, как всегда у нас. И, естественно, я тут гораздо меньше. Но, тем не менее, оконь тут есть. Такое бесклевье. Реально желание пойти впереди на платник, чтобы хоть это поймать. Хотя, в принципе, не факт. Далеко не факт, что там сейчас будет ловиться. Там просто рыбы больше. Но дело, наверное, не в количестве рыбы, а все-таки в том, что ее придавило. Погнали дальше искать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я поняла в своей жизни одну вещь. Когда хочешь уехать с рыбалки, нужно покушать. Сразу хочется продолжить. Есть большая надежда, что этот дождь сейчас заставит как-то активизироваться рыбу. Вода нацеливается кислородом. И, может быть, это сыграет нам на руку. Такой балдеж непередаваемый. Знаете, что Ярик только что сказал? Что он тут страдает под дождем. А я, значит, балдею. Он говорит, ты кайфуешь. Не знаю, как что, но рыбалка в правильную дождь. Кайф так себе. Чтобы рыба клевала, мне было бы все равно. А так с раннего утра уже вот сколько у нас времени? 11 утра, не почувствовать ни одной поклевки. Ярик, вот такой кайф, отвечаю. Друзья, на часах уже обед. Только что обкидала все еще платное озеро, вот там, где щука. И не получила ни одного контакта. Но на этом я не хочу заканчивать это видео. Я сюда вернусь через несколько дней, когда погода чуть стабилизируется, потому что я уверена, что рыба здесь есть. Просто сегодня такой день. Из-за давления, из-за погодных условий рыбу придавила, она закрыла рот. Так бывает. Но на этом не стоит сдаваться. Поэтому для меня пройдет несколько дней. А для вас, наверное, вот так вот. Несколько секунд. Ребят, я вернулась. Где-то около недельки прошло, наверное, как мы тут были. Лето закончилось резко. Сегодня 3 сентября на календаре. С утра было 7 градусов. Сейчас солнышко выглядывает. Сразу чувствуется, как становится тепло. Меня больше интересует не это. Я уже со второго раза на этом водоеме хочу поймать здесь рыбу. И сегодня я вот прям искренне уверена, что я это сделаю. Во всяком случае, мне этого очень-очень хочется. Решила взять сегодня с собой другую удочку в это место. Взяла займок с буриза. Для чего буризу взяла? Для того, чтобы можно было откидывать более дальние рубежи, скажем так. То есть, в прошлый раз у меня была экстра. Она чисто такая береговая. Там больше 20-30 метров в ней не закидываю. Буризой я пыляю 50 и более. Я все-таки решила более детально обловить это озеро. Так. Ну что, погнали? Ситуация повторяется. второй мой выезд на это озеро и ни одной поклевки. Я перепробовала все приманки, что у меня есть, кроме одной. Я хочу попробовать ловить на ВИП. Поскольку ВИП у меня остался один, на который у меня кроме щуки ничего не клевало, ну я на нее делаю расчет, то я сейчас перевяжу стальной поводок, потому что мне уже жалко потерять последний ВИП, которых еще и в наличии нет. Кстати, по поводу остальных поводков, я вот такими пользуюсь безузловками. Очень удобно и просто их привязывать. Так, сталька безузловка выглядит вот так. За эту часть цепляем приванку, за эту привязываем. Берем шнур, здесь есть маленькая петелечка, вот такая. За эту петелечку цепляем шнур и обматываем вокруг, 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 сколько хотим, раз, и потом заводим шнур под вот эту петельку такую, не знаю, как сказать, стальную. Все, готово. Никуда ваша рыба не денется с приманкой дорогостоящей. Вип, кстати, недорогой. Он, ну, относительно недорогой, то есть, это никакая, никакая там приманка за 500 гривен. Но для меня он сейчас очень дорогой, потому что все последние щуки были пойманы на него и такого больше нету. раз уж беру Вип, то возьму и подсаку с собой на всякий случай. Готово. Вот такая вот тема. не может быть, не может быть, это она. Поднимайся. Я снала. Опа! Опа! Жопая, господи! Слушай, все, из тревпоцаки сошла. Ярик, ты веришь своим глазам? Это, конечно, мне чисто повезло. Когда долго не клюет, я лично теряю бдительность. и вот Вип снова решает вопросы. Ух ты! Как ты хочешь сбежать. Я поняла. Мы тебя все равно отпустим. Блин, у меня такое брюхо наевшее застряло. Она кого-то сожрала. Прям вот видно, что там в животе что-то твердое. Вот у нее тут какая-то рыба. А ну, Ярик, сними крупным планом, покажи, что он даже с живота торчит что-то. Вот здесь какая-то рыбка, она только что покушала. Видите? Ну, такая щучка приятная, слушайте. В такое особенно бесклевье. Спасибо. Просто спасибо Нептуну сегодня за то, что дал нам рыбку, которую мы отпускаем домой. И продолжаем рыбачить дальше. Видите, в прошлый раз я не пробовала вип, но у меня не было такой возможности. Я специально в этот раз взяла буризу для того, чтобы была возможность, если вообще не будет ни на что плевать, снова попробовать порыбачить, поставить вип. Который раз он меня выручает и, видите, работает именно по щуке. Никакая другая рыба на него не клюет. Во всяком случае у меня. Есть один недостаток. Вы так вот все время будете собирать весь мусор. Вип я веду равномеркой. Мне кажется, так он более всего эффективен, потому что это приманка, которая имеет очень сильную вибрацию. Мне кажется просто даже она не то, чтобы привлекает рыбу, а что она ее раздражает своей очень активной игрой. Сколько я рыбачила на вип с паузами, с подрывами, не было такого результата. Всегда равномерка, мощные поклевки. Кстати, обратите внимание, как я перегружаю буризу. Я никому не советую так делать, но это именно тот спин, который я вообще без напряга, без страха перегружаю. Тут тест до 14 грамм, этот вип весит тяжелее. Да и видно, что палка уже валится в забросе, но тем не менее бросает, и все хорошо. Я вспомнила, у меня таки был один окунь на вип год назад, почти уже. Только он был в натуралке, и в ту же рыбалку я этот вип оборвала. Где-то у меня есть на канале видос. Это было мы с лодки рыбачили под каким-то из мостов в Киеве. Конечно, рыбачить на вип нелегко, в плане того, что 20 забросов и только один актуальный. Ведешь-ведешь пару метров, чувствуешь трава. И вот так вот все время. Но тем не менее, я хочу сейчас в него поупираться, потому что именно вип дал одну рыбу за две рыбалки. Была поклевка, ребята, и только что тащила вип, просто пока тащила, он раскрутился. То он зацепился за... Она его подбила, короче, перекрутился. Но это радует. Раз была поклевка, то будет еще одна рыба. Возможно. случилось самое вообще страшное, что могло сегодня случиться. Там такой глухой зацеп, ребята, я его сейчас либо вырву со своим випом, либо без него. Ну, это прям... Это прям ужас и кошмар. Пожалуйста. Это потеря. Потеря-потерь. капец. Сковорю, Ярику, тут такое место, что я фиг ее достану, если поймаю. я сейчас буду. Ух ты, так шахту взяла. Ну-ка. Не, удочка не выдержит. Сейчас. Давай. Сюда. есть. Блин, что-то упало. зато с рыбой. Ух ты, Ух ты, Слушай, она его так зажрала. Короче, ребят, вип оборвала. Думаю, возьму сейчас цикаду. Принцип похожий. Работы, может быть, с работой. Это таки, правда, вот, пожалуйста, щукоет озерный. Пожалуйста, цикада в самой-самой шахте. Красивый окрас такой. Хорошо, что я не расстроилась и не уехала домой. А решила еще порыбачить. Возможно, щучка активизировалась именно из-за похолодания. Это щиренок, конечно, поменьше предыдущей. Сейчас тоже отправится домой, только выпущен будет спадсака, потому что мне как бы здесь никак не подобраться к берегу. Вот такая цикада, ребята. По ее корпусу видно, что она уже бывалая. Тоже принесла мне уже не одну рыбку. так, ребят, пришлось проделать такой путь, ездить сюда два раза для того, чтобы поймать две рыбки. я этому очень рада. Тот, кто ищет, тот сюда найдет. Без труда не выловить рыбку из труда и так далее. Но это видео будет подходить к концу. Это вам, дорогие подписчики. Спасибо за просмотр и до встречи на воде.